Во-первых, добрый день. Пришел я только с хорошими, позитивными историями в плане того, что готов завод не банкротить, как это делали, к сожалению, предыдущие арендаторы, собственники и так далее, а именно загружать фактической работой для того, чтобы завод сегодня действовал. Пришел также с позитивом, с хорошим настроем, с некой командой людей, которые у меня уже сегодня сформированы, с неким портфелем заказов, которые также уже сформированы. Потому что завод можно купить где угодно, если есть такая возможность, но тут очень важны люди и то, что ты здесь будешь производить. Вот с чем я пришел сюда. Что собираетесь производить? Ну, в первую очередь, это ту маниклатура, которая здесь и производилась. Это вот, в том числе, там, ЛЭП, это линия электропридач, это мостовые пролеты, это вот то, что связано с дорожным образцом, потому что, ну, вот мои остальные, их производственные площадки, которые есть на юге России, этим занимаются. Это вот именно производством элементов обустройства для автомобилевого общего пользования. Вот Вы сказали о том, что есть уже определенный пакет заказов. А кто эти заказчики? Это какие-то предприятия территории края или за пределами тоже кто-то заинтересован продукцией Вашего завода? В том числе, мы сейчас обсуждаем и с заказчиками, те, которые есть на территории Вашего субъекта, но тот портфель, с которым я пришел, это ближайшие субъекты, то есть те, которые находятся около Красноярского края. Да, то есть, ну, опять же, сегодня мы себя везде показываем, как уже понятное предприятие для тех или иных подрядчиков, как коммерческих, так и государственных, да, что мы есть, мы живые, мы вот уже готовы полную силу брать и работать. Скажите, а команду управленцев Вы привезли с собой или есть кто-то местный? Команда управленцев, конечно же, будет моя, которая есть сегодня на, в сказанном камере, на Южном, уже можно сейчас так называть, да. Скорее всего, какое-то количество людей будет необходимым и здесь, конечно же, мы будем там добирать и набирать, да, то есть, ну, к примеру, именно одного из сотрудников по продажам или продвижению, наши продукции, мы уже взяли в ваш субъекте, да, то есть, потихонечку уже начинаем набирать. В нашем субъекте это... Красноярск. Красноярск. Это вот Игорь Васильевич, с которым мы уже имели честь познакомиться, я понимаю. Ну, в том числе. В том числе. А вообще, сколько человек вот составит эту управленческую команду? Именно управленческую или всего сколько сотрудников? Пока управленческую. Не могу вам сейчас сказать, да, то есть, не хочу вам на самом деле придумывать и выдумывать там какие-то там цифры, да, то есть, когда уже будет формирована команда, я думаю, это будет правильно, если я вам скажу, когда все будет готово, именно по формированию команды. А кто будет непосредственно здесь на месте работать, возглавлять, так сказать, подразделение? Да, это мой человек, с которым я работаю уже довольно-таки давно, не один год. Это Петрик Дмитрий Николаевич, тот, который многие годы проработал и работает на эсказанском коммунизме, да, то есть, там, вот, поверил в ту идею, которая есть, была и есть у меня, то есть, в плане развития этого завода, да, то есть, и вот, в принципе, согласился возглавить данные предприятия. Человек с опытом, опытом, именно, в производство, в первую очередь. Чем вас заинтересовал наш завод? Почему он стал настолько привлекательным, что вы решили его приобрести? Меня заинтересовал именно, не только лишь завод, да, то есть, в первую очередь, а вот именно ваш субъект, да, то есть, именно по сбыту, как сегодня здесь все максимально открыто, насколько это возможно, потому что вижу примеры по конкуренции, это ЮФО, СФО, да, то есть, в Центральной части России, в том числе, что все очень плотно, а здесь не так плотно, здесь есть куда идти расти, с кем посотрудничать и так далее. То есть, такой конкуренции, как в вашем регионе, здесь нет? К счастью, нет. К счастью и для тех людей, которые проживают в вашем субъекте. Скажите, вот для того, чтобы развивать такое предприятие, ну, это не секрет, наверняка необходима поддержка власти. У вас сегодня есть какие-то определенные договоренности, скажем, вот с краевой властью, они здесь довольно часто бывали в проблемные годы. У вас какие-то встречи состоялись? Честно, на самом деле, никакой конкретной, прям, чтобы договоренности не было и нет, потому что я считаю, что бизнес должен сам себя развивать и не надеяться, вот только лично власть, правительство, губернатора, министров и так далее, да, то есть, конечно же, мы должны пользоваться всеми мерами, поддержками, которые присутствуют в том или ином субъекте, но, прям, чтобы так договориться, нет, конечно. Надеяться на них вы не собираетесь? Знаете, как, нужно всегда быть в диалоге именно с властью, да, то есть, ну, надеяться нужно, во-первых, на себя и на тех людей, с кем ты идешь, на команду. Конечно же, были уже какие-то у меня совещания, встречи, обсуждения именно с производством субъекта, да, то есть, давал понять, что я собираюсь тут вообще делать, да, то есть, план развития по этому производству. Но они уже дали вам понять, что заинтересованы тоже в развитии вашего производства, это же ведь и рабочие места, и налоги, и разного рода другие какие-то преференции. Да, конечно, это очень будет такое большое подспорье для именно Назарова, в первую очередь, потому что на данном производстве, если не ошибаюсь, в пик было полторы тысячи человек, это довольно-таки большое количество людей, а сегодня мы можем, точнее, вот в этом году мы наблюдали, что было ноль, именно человек, который там, то есть, условно, там полторы тысячи и ноль, это очень такой большой пробел, да, то есть, и то, что вот мы будем набирать большое количество людей, в будущем, конечно же, это плюс для власти именно муниципалитета и субъекта в частности. А сегодня уже какое количество людей работает на Загрубе? Ну, мы сегодня, так как мы работаем не в полную мощь, да, то есть, не в полную силу, мы только набираем, да, то есть, именно там обороты, ну, сегодня вот фактически работают это от 32-50 человек, да, то есть, конкретную цифру я вам не скажу. А к какой цифре стремитесь? Нет той цифры, вот именно по количеству людей, к которым необходимо идти, да, то есть, если будет понятный объем по загрузке производства, то люди самих подтянутся. А людей оформляете, трудовые отношения каким образом? Они бессрочные, на определенный период? По-разному, по-разному, да. Ну, скажу точно, что у нас есть там некая позиция компании, да, то есть, вот у меня так четко выстроено, что абсолютно все легально, в чистую, в белую, то есть, нет таких там истории, что вот, к сожалению, что некоторые еще компании остались, которые, там, пытаются, как-то там уходить, да, то есть, где-то оптимизируют там неграмотно, да, то есть, мы этим занимаемся же близко. Скажем, через год, каким вы видите завод? Ну, в первую очередь, я вижу его, что он есть, да, то есть, вижу, чтобы он работал, чтобы не было тепло, как минимум, чтобы у него были люди и были заказы, да, то есть, все зависит от того, что вот, как ты будешь относиться, именно, к производству, да, то есть, если у тебя будет позиция только лишь заработать, сегодня, то у тебя ничего не получится, там, через год, через два, да, то есть, я понимаю, что первое время придется здесь инвестировать, что никакой прибыли и речи не может идти, да, то есть, что это какие-то из затрата необходимые, которые надо было еще сделать, там, пять лет назад, там, семь лет назад, да, поэтому вижу, что все будет в работе, кипеть через год, наверное, так. А есть какой-то дефицит специалистов здесь на территории? Кого-то, может быть, вам не хватает? Безусловно, конечно, есть, ну, вот, так как опыт уже небольшой присутствует у меня, в плане, там, да, их производственных площадок, да, то есть, там, и не только лишь производственных. Дефицит есть везде, он был всегда, он будет, к сожалению, да, то есть... Ну, а с чем это связано? Почему? Каких специалистов не хватает? Ну, прям, конкретно, точечно здесь я вам сейчас не скажу, каких специалистов не хватает, да, то есть, ну, это как правило, то есть, там, сварщики, складывщики, то есть, это какой-то ИТР, то есть, там, храновщики, то есть, ну, везде по чуть-чуть кого-то не хватает, как правило, всегда. То есть, все эти специалисты сегодня могут прийти к вам для устроительной работы? Ну, если они покажут себя, как... Специалисты? Да, да, то почему бы нет? Уровень заработной платы, вот, я понимаю, что, может быть, вы не захотите назвать точную цифру, но это минимальный размер оплаты труда, выше минимального, достойный размер оплаты труда? Ну, у всех понятия свое, да, то есть, что такое достойное, что такое среднее, да, то есть... Вы готовы оплачивать специалистам хорошую заработную плату? Ну, если не приду, ты будешь делать свою работу качественную, то почему бы и нет, да, то есть... Каждый человек себя оценивает, есть рыночные цены в план заработных плат, понятно, что есть некий МРОТ, то есть в каждом субъеке он свой, сейчас я не скажу сколько он, надо перепроверить, но именно к МРОТу идти, чтобы всем платить МРОТ, нет конечно. Скажите, как вас вообще встретили здесь? Ваш приезд впервые? Нет, в вашем субъекте я третий раз, в принципе как и в Назарово третий раз, первый раз попался 5 декабря 2020 года и в принципе оказался на этом заводе, 5 декабря 2020 года. Ну и как вам сегодня в этом кресле? Комфортно. Здорово купить еще один завод? Опыт, хороший опыт. Вы можете дать обещание, что вы будете его развивать? Зачем мне давать обещание? В первую очередь я дал обещание себе, что буду это делать, а люди уже увидят, покажет время. Можно много чего обещать, можно много чего рассказывать. Вот я уже в принципе и вам сегодня уже много чего сказал, но я думаю, что покажет только лишь время. То есть всякое может быть, да, то есть мы же живем, да, то есть какой-то может быть там и форс может что-то поменяется глобально. Да, то есть, ну опять же, надо просто брать и делать. Я понимаю, что коллектив сегодня на предприятии немногочисленный, но тем не менее, вот как люди вас встретили? Было какое-то опасение? Опасение было, я думаю, что оно еще есть и это нормально, потому что история завода, она такая, к сожалению, не очень хорошая, да. То есть именно в последние годы, насколько мне известно, да. Да, то есть были и проблемы с выплатом, и с выплатами заработных плат, были проблемы именно с тем, что массовые увольнения присутствовали на данном предприятии, поэтому это нормально, что люди сегодня пока еще с некой опаской на них смотрят. Я знаю, что у вас были проблемы с подключением к энергоснабжению, сегодня все эти проблемы решены? Поэтапно, к счастью, мы смогли победить некую бюрократию и подключили себе, в первую очередь, свет, подключили тепло. Вот. Воду. Да, все, вот идем, идем, потихонечку идем, да. Как правило, когда прижает новый человек, новая команда в тот или иной субъект, да, то есть мы тебя не знаем, да, то есть не понимают, как к тебе относиться, да, то есть это нормально, что… Вы не чувствуете от этого дискомфорта? Нет, это я чувствую, что как некий новый опыт, да, то есть в моем случае это точно плюс.